МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ледовые городки – традиционный символ Нового года. Сегодня перед объективом телекамеры окажутся те, кто строит для челябинцев ледяные скульптуры, горки и лабиринты. Горки получаются такими, где можно ребенку применить все свои творческие навыки. Мы лепим вот этого дяденьку Деда Мороза. Такой инструмент – резак. Он режет лед, как масло ножом. Такие горки, как много их в городе вообще? Единственное в мире. Льда стандартно используется на ледовый городок от 1000 до 1200 кубов. Это ежегодно, то есть такая цифра усредненная. Лед напиливается на Шишневском каменном карьере. Это тоже традиционно, из года в год он там пилится. Часть льда мы привезли с Первого озера, потому что в этом году он там более голубой оказался почему-то. Очень интересная появилась идея на этот год, но она как бы не просто так появилась. В этом году у нас 280 лет создания города Челябинска. Крепость Челяба, с которой все началось. Поэтому идея всего городка в этом и заключена. Что было в Средневековье, мы сейчас и можем понаблюдать. То есть попадаем мы как? В Челяба, это грубо говоря лес, большая тайга, ничего не было. Первые крепости. Вот мы и попадаем, мы начинаем с леса. Через лес проходим, заходим, попадаем в крепость. Но опять же, насколько мы можем помнить в то время, по нам проходил шелковый путь. Соответственно, верблюд, как символ нашей области, он встает и встречает гостей, попадающих на площадь. Дальше мы можем увидеть мост. То есть ни одна крепость без моста не обходилась. Помимо этого, чтобы насытить площадку вот внутри башни, появилась необходимость заселить ее жителями. Тем самым появился музыкант и медведь. Мы лепим вот этого дяденьку, Деда Мороза. Чтобы щелей не было вот этих всяких. Прикрепляем, объем создаем. Так, а там уже сделали тот поворот? Вот Андрей. Давай, показывай. Давай, да, вот сейчас вот отсюда делаешь. Так, и вот этот скат, вот сюда здесь закругляем маленечко все-таки. Чтобы здесь он был пологим. Честно говоря, тяжело сказать, как это придумывается. Просто я очень в детстве сама любила играть в различные комплексы, горки. А потом потихонечку так получилось, что много лет придумываю эти горки. Горки получаются такими, где можно ребенку применить все свои творческие навыки, чтобы и ловкость, и удержаться где-то. Где-то их должно это заинтересовать, где-то загадка должна появиться в комплексе. То есть не просто так по прямой скатился, это как бы уже неинтересно. Современные дети требуют другого подхода к горкам. Давайте пройдемте дальше, посмотрим следующие горки. Мужики, я к вам. Да, да. Что, получается у вас? Конечно. Радиус-то вы этот вы удерживаете? А все, я дальше не пойду. А, то есть вы здесь сейчас заканчиваете и уходите на ноль на скат. После установки плиты скульпторы приступают к работе. Чаще всего у них такой инструмент резак. Он режет лед, как масло ножом. Насколько мы помним, за пределами каждой крепости существовали частные домики простых христиан. И у каждого было какое-то подворье. Поэтому появилась вот такая интересная игровая фигура по дворье животных. Как у вас, ребята, успехи? Все получается? Хорошо, получается. И бревнышки такие кругленькие выходят? Да. После сотого бревна все круглое будет. Еще здесь очень одна достопримечательность интересная есть. Это колодец желаний. Вот с той стороны, если мы пойдем на него, там уже есть ведерко. Соответственно, бревно, по которому эта ведерко опускается внутрь. Вот это как раз и предназначено, чтобы монетки у нас не на скульптурах были, а чтобы они все здесь были, в одном месте, большой, объемной кучей. В 12 часов проверить ход работ прибыла делегация из мэрии. Расскажите, что у нас в плане? Ну, на сегодняшний день уже начали бревнышки вырезать. Практически на 90% загон у нас готов. Колодец уже на 95% готов. Как лучше, в общей сложности, в площади уже много фигур подготовности. Ну, то есть в графике идем? В общем, даже. Ну, пойдемте посмотрим, как оно готовится внутри. Вот это на рисунке. А, вот это, вот это, вот это уникальная горка с такими скатами. Да, вот три ската, да. Это общая воронка, в которую все должны свалиться. Вот она. Идея этой горки, это нужно прокатиться по скатам и... Да, удержаться, удержаться. Нужно с одной площадки, причем нужно набрать определенную скорость, чтобы попасть на ту площадку. Если ты медленно едешь, тебя снесет сюда, в общую воронку. То есть при определенной скорости ты попадаешь на ту площадочку, при определенной скорости ты набираешься до этой площадки, и уже здесь ты выходишь на кольцо. Финишируешь, да? Такие горки, как много их в городе и вообще... Единственное в мире. Единственное в мире. Потому что она придумана была только вот на эту площадку. Ну, будем надеяться, что детям понравится. Это ворота для больших детей. То есть мы попадаем туда, ныряя, а полежаем по спектральным скатам. Чтобы голову не разбить, мы попадаем вот здесь и уходим уже по горочкам маленьким. Только покажите мне. А, вот просто, да? Ну, так это еще и дополнительные горки. Да, с той стороны, с этой стороны. Для забавы детской. Ну, здесь так как большие дети, в принципе, то есть горка невысокая, для больших детей это вот достаточно. Как здесь подсветка выполнена, эта фигура? Так, подсветка у нас идет по нижней стороне, по всему периметру. По всему периметру. То есть он увидится у нас по всему кругу. Вчера, кстати, ребята уже проверяли подсветку. Очень хорошо получается. Ну, вот этот момент мы его должны же так довести, облагородить, вышкурить хотя бы. Нет, это еще скульпторы не делали. Здесь будет именно элемент ладьи. Здесь голова ладьи еще появится. Ребята просто не режут раньше времени, боятся, как бы, что потопится раньше времени. Пойдемте дальше. А вот это все просчитано? Да. Геометрия вся ската, чтобы это было не... Это уже опыт. А вот эта горка-восьмерка, да, которая у нас в народе признана? Да, это два круговых ската. Чтобы по кругу. То есть каждый скат приводит к выходу, или к входу, вернее. К входу на следующую горку. То есть вот это, получается, такая, территория постоянного катания с гора. Если захотели, они могут подойти на тот, залезть на ту горку, там проходиться, сюда, да, и по кругу закрученные в одном. Причем с этой площадки ты захотел в любую сторону. Захотел в ту сторону поехать, захотел в эту сторону поехать. Да, здесь возможность у каждой горки предусмотрена в любую сторону. Ну, потом спросим у детей, насколько им это... Работы идут в соответствии с графиком выполнения работ. Действительно, это видно. Видно, что и объем, объем городка подрос и вырос. Значит, сейчас мы единственным, мы по окончанию всех этих видов, мы поймем, какой в итоге объем был затрачен на создание этого ледового городка. Вот, ну, а что, пока... Пока... Есть, конечно, нюансы. Я бы, конечно, не так говорил. Сроки – это самое главное выполнение работ. Это самый такой важный момент в работе. И температуры, которые были, не совсем позволяли убыстрить этот фронт работы. Значит, соответственно, сейчас, слава богу, пришли минусовые температуры. И намного сильнее, намного динамичнее стала вестись работа по созданию этих скульптур. Вот смотри, раз, два, три. Три вот этих вот шарика, да. И вот тот был острый, да. Вот это тоже бы его бы снять. Больше срезай. Мы с вами прошли самый большой, самого большого героя нашего городка. Она, правда, еще не готова, но это город, горка Теремок. То есть, что тоже, в принципе, характерно для того времени. Высота 4,5 метра, если я не ошибаюсь, скат. Причем весь скат, что характерно, вот уже как бы два года, скат делается ледяной, и ледяной делается выкат до самого конца. Это наш лес. Дремучий, глубокий, еловый. И, соответственно, в дремучем лесу встречаются вот такие животные того времени. Лес – это лабиринт. Не просто лабиринт, это на самом деле сложный лабиринт, где ребенок может себя проявить, куда-то заглянуть, где-то подглядеть, посмотреть. Опять же, чтобы ребенок не поранился, мы делаем максимально закругленные края в зоне действия детского возраста, чтобы, если даже ребенок будет падать, чтобы никакой острый элемент не попал на припадение. Вот в такие дупла ребенок может залазить. То есть, опять же, это элемент игры. Искусственная елка на сегодняшний день тоже неплохая идея. Мы же елку не рубим лишний раз. Каждый год новую елку срубать не надо. Эта елка 19 метров высоты, довольно-таки плотной хвоей, что не скажешь о живых елках. Центром все-таки городка, как всегда, является Дед Мороз и Снегурочкой. В руках у них пока еще не закончены, но это будет свиток. В этом году лед немножечко своеобразный, как не в те года. Вот этот прозрачный слой – это слой воды. Белый слой – это наледь, создающаяся снегом за счет каких-то определенных погодных условий. Вот этот лед на скульптуру не используется, поэтому он везде в подиуме. А вот лед, который идет на скульптуру, он другой толщины. Вот если можно заметить, здесь нет наледи совершенно. Это с другого озера. Юным челябинцам интересно, когда уже строители закончат работы. Смотри, какую горку мы тебе делаем. Как думаешь, для чего она нужна? Кататься. Да, кататься. А смотри внимательно. Угадаешь, для чего такая горка предназначена? Да. Ну-ка, давай. На скейтбордах. На скейтбордах? Да. Ну, я думаю, здесь ты на скейтбордах заедешь. Вот смотри, ты забегаешь туда, поднимаешься. Что ты должен сделать? Скатиться, попасть, да? А потом, если не попал, ты просто попадаешь вниз. Как думаешь, интересно будет на такой горке кататься? Да. Придешь сюда кататься к нам? Мне нравятся большие горки. Трудные такие задания, например, лабиринты. И что горка, например, большая. И вот когда скатываешься, у тебя, можно сказать, дух захватывает. Сегодня мы закладываем скат круговых горок. Сейчас очень важный процесс идет, выстраивание первой скелетной линии, от которой все и пойдет. То есть скат будет из себя иметь такую дугообразную линию, ну, имитация горок в отдых. Вот. Поэтому очень важно сейчас правильно заложить вот эту первую скелетную среднюю линию. Ледовые городки – знакомые всем с детства, традиционные символы Нового года в Челябинске. А тех, кто строит эти праздничные сооружения, наш специальный выпуск. Помимо главного городка на площади Революции, в каждом районе города будет свой тематический ледяной парк. Сейчас мы находимся в районе ЧМЗ. Здесь строится ледовый городок на тему «Снежной королевы». Поэтому сегодня по плану у нас установка Деда Мороза, как обычный атрибут для всех районов. Но характерными особенностями нашего городка здесь является все, что касается «Снежной королевы». На самом деле я ландшафтный архитектор. То есть мы летом занимаемся ландшафтом, а зимой у нас зимний ландшафт такой своеобразный. Скажем так, начали мы это как просто интересное хобби. Еще в 2001 году мы построили первого своего Деда Мороза. Было он снежно-ледовых фигур, тогда бы не было, поэтому делали все из снега. В принципе, постепенно это переросло в нашей основной профессии. На период декабря-января мы за короткое время должны преодолеть огромные объемы работ. Мы должны выполнить сплоченной бригадой, ну, я не знаю, столько фигур поставить. В летний период как бы нет такого, в летний период работает медленно, спокойно, размеренно. А здесь за короткое время при очень серьезных, суровых условиях приходится очень быстро все делать. Поэтому как-то всем нравится и все остаются в этой сфере. В дальнем углу по движению Кая Герды, где Герда путешествовала, это дом цветочницы. Соответственно, горка круговая, для ребят очень интересная, с круглым скатом. Рядышком большая горка для более старших ребят. Это горка, замок Снежной Королевы. Чуть-чуть подальше от елки у нас будет трон. Трон уже сейчас заложен, мы можем сейчас посмотреть, там уже установлено несколько плит. Но самое интересное будет чуть-чуть позднее. Трон сейчас уже метра два высотой, еще будет одна полтора метровая плита. То есть трон в общей сложности будет около трех-трех с половиной метров. Поэтому он будет на самом деле очень мощным, высоким, как и положено трону Снежной Королевы. В лабиринте уже вовсю резвятся дети. Центром лабиринта Снежная Королева. Ледяная, высокая, красивая. На входе встречают Кай, сидящий во дворце Снежной Королевы, играющий с ледяными игрушками. И Герда в поиске Гая. Здесь мы видим зеркало Снежной Королевы. Это задумка, для чего предназначена была? Чтобы дети, вставая за зеркало, могли сымитировать замерзшего в зеркале Снежной Королевы человека. То есть это такая своеобразная игровая фотографическая площадка. Сейчас мы можем наблюдать установку Деда Мороза из больших плит. Дед Мороз будет очень объемным, высоким. Общая высота будет больше четырех метров. На сегодняшний день установлен подиум. И сейчас начинается укладка основных плит уже корпуса Деда Мороза и Снегурки. В принципе, вот сзади один рейс такого погрузчика забирает 14 плит. Одна плита весом 500 килограмм. Размер у нее метр на два. Все, отходи. Ты выбирай ровненькую сторону. Опа, это что было? Что случилось? Какая лопнула? Подожди, а где? Стой. Нагрузка больше оказалась. Холодно стало, а лед стал хрупким совсем. Холодно сегодня, но... Так, снимаем обратно все. О-хо-хо. Вот тебе и морозец. Такое случилось в первый раз, но ничего страшного. Сейчас все разберем и сложим заново. Сейчас по-другому уже никак из этой ситуации не выйти. Лед оказался сильно хрупким. Бывает, случается вот такое иногда. Когда до минус пяти, лед текет сам, и поэтому невозможно смонтировать фигуру, потому что не происходит сращивания. То есть вода становится клеем при определенной температуре. Но при этом при очень низкой он становится хрупким. И происходят вот такие казусы. Местные жители часто не прочь дать строителям городка пару советов. Вы перегородили дорогу, правильно? Да. Так. Значит, машины что делают? Им же надо то же самое делать, что они делали всегда. В том году вот здесь проход весь закрывали. 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 В этом году надо сейчас же закрывать. Потому что это будут вот бордюры нарушены, да? Вот это вот все будет нарушено. Весна придет, и опять надо будет ремонт делать. Я вам обещаю, что это будет... Лед для этого лежит. Ну, как бы сейчас погрузчик здесь работает. Мы не можем одновременно его в два места. А он здесь заканчивает работу и идет, будет ставить там. Ну, вы, пожалуйста, учтите. Сейчас в процессе работы у нас скульптор работает над символом года обезьяной. Скульптура вообще занимает очень много времени. И по процессу сначала от большой глыбы, которую монтажники соединили, скульптор отсекает сначала все самое большое. То есть мы как раз этот процесс сейчас и наблюдаем. Костя, как у тебя дела? Да, лучше всех. Сейчас все получается нормально? Да, как всегда. Как обычно. Ты хвост ей будешь к телу ближе пригибать или это? Постарайтесь, чтобы он не был оторванным. Чтобы он прямо вот плотно-плотно к телу пристоял. Тогда его вообще за спину пустить там, чтобы он вас приезжал. Да, и не забудь, что она у нас теплые вещи одета. То есть что у нас шарфики... Да, 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 что у нее перчаточки, шарфик и шапочка. Как у Деда Морозика вот этого, санта-клаусная. Хорошо, давай тогда. Ну, вообще, как бы это уже получает это все, исходя из опыта. То есть занимает достаточное количество лет. Тем более плюс художественное образование, там навыки, скульптуры определенные. Там тоже рисование, все это вместе складывается и получаются такие вот вещи. Самое сложное, это, конечно, сделать объемную фигуру человека. То есть это просто не то, сколько сложно, сколько дольше по времени занимает. То есть у меня сложность особо не определяется. Просто что-то делается быстро, что-то делается долго. А относительно других материалов, он достаточно, на самом деле, мягкий. Ну, вот сейчас более-менее прохладно, поэтому как бы он хрупкий. А вот в теплую погоду, допустим, у нас бывает 0 градусов даже в декабре. То есть работать достаточно интересно и легко с ним. А мы ее обрежем. Сейчас пока здесь подгоним. Потом уже по размеру отпилим. Делаем мы сейчас чашу, называется чаша для детей кататься. И вот наша задача подогнать плотно без щелей, чтобы сооружение наше не падало, держалось крепко. Склеивает у нас мороз. И таким вот образом строится наше сооружение. Сколько мы лет уже делаем городки и всегда встречаемся с одной и той же проблемой. Старшие дети пытаются что-то сломать. Младшие попробуют свои силы на этом. Поэтому все фигуры заранее делаем антивандальными. То есть плиточки стараемся друг к другу приваривать, чтобы они максимально были утолщенными. Если фигура стоит, у нее есть подиум, который из нескольких плит, чтобы она была неопрокидываемая. Те фигуры объемные, которые мы делаем, они чаще всего оказываются, все части, скажем так, самих героев, они прижаты к телу. Носики уменьшены. То есть минимум выступающих наружу частей. В 6 часов вечера строители вместе со специалистами из Горсвета совершают плановую проверку подсветки ледового городка. Ну, на час мы запустим ее, на час она постоит, то есть. Либо через час вы тогда приедете. Вы что-то есть? Да, да, да. В общем, это когда через час приедете? Ага, и потом выключите общенько. Если что, вот я от такого телефона звоню. Да, да, да. Нам-то надо сейчас с тобой запитать вот эту линию одну полностью. Ну, так я сейчас не разбираю. Вот потихоньку разбирайся. На сегодняшний день производится настройка электрооборудования, чтобы это все работало, соответственно, всем требованиям. Подсветка достаточно экономичная, потому что используются везде светодиодные подсветки. То есть на весь городок 40 киловатт общая потребляемая мощность. Там лампочки стоят же красные. Она не по центру, но не по центру. То есть нет, фонарей от этих пойдут, получается, от нижних, которые меняют цвет. А где-то у нас? Где-то опар. Все тогда. В основном все осуществляется. Ну, все, только вот этот забор, либо его придется нам вообще в одну линию сделать, Либо разделить на четыре, как планировали. Сложность еще в том, что много объектов, и это все нужно настроить, соответственно, чтобы отдельно стоящие объекты светились все вместе. То есть их все соединить в единое целое, в цветовую гамму, чтобы они все светились. Скорее всего, вот от этой пробки идет. Либо четыре вот эти провода, которые ты перевернуть их, получается. Но сейчас-то ты не будешь под напряжением крутить. Сейчас выключат, когда. Включаем завтрак, полностью все проверяем. Я же их прогружал так. Ну, так-то, да. Все горит. Я понял, все он угорел. Просто ты его в линию, когда запитал, он у тебя перестал это все. Я, может, перепутал. Может быть. Они же меня, я у них спрашивал, они видят, что уже конкретно не могут ответить, какие провода. Все тогда, это перекручиваем. Через сколько выключаемся? Через час? Да, через час. Он нужен гражданам Челябинска, он нужен детям. Это традиционно, это, в конце концов, какой-то вкус, запах праздника, Нового года, елка, ну, какие-то, я не знаю, новогодние традиции. Мне очень нравится городок, мы очень ждем. Хотим, чтобы быстрее он построился, покататься скорее в Новый год. Дети ждут. Да, Новый год, прийти сюда с водителями. Ну, чтобы кататься детям на волках. Не знаю, я считаю, что Ледовый городок – это непосредственно к любви зимы Нового года. Потому что всегда, я сколько себя помню, все время были эти Ледовые городки, это развлечение, это какое-то ощущение праздника Нового года. Городу необходим Ледовый городок, потому что здесь большое количество увлекательных объектов. Мы делаем для того, чтобы люди расслаблялись, катались, веселились, все это было забавно и интересно. Чтобы дети веселились на этих городках, и что им радость было. Я думаю, Ледовые городки нужны всегда детям и родителям, которые с этими детьми играют. В новогодние каникулы здесь будет масса интересных развлекательных программ. Всем будет интересно от мала до велика. Потому что мне очень нравится на балках кататься.